Друзья, нужно представить Виктор Медиану, все знают. Я думаю, я на самом деле по ходу дела сам себя не представлю, потому что я хотел просто предупредить, что вся тематика этого проекта, которого посещалась наша встреча, нам посвящена памяти и истории, то есть советского прошлого, я помню такое выражение, что сначала будет политинформация, а потом будут танцы. Так что сначала была скучная одиническая лекция эфир, а я попытаюсь немножко у вас включить некий такой тотеймент. То есть мое выступление, моя интервенция сегодняшняя, она задумана в каком-то таком неакадемическом, а довольно эстовидально облегченном формате. Потому что когда я стал готовиться и собирать материал к сегодняшнему разговору, то я как-то сообразил, что так, вспоминая какие-то выступления, которые здесь состоялись, в рамках этого мероприятия, потому что здесь были и историки, и политологи, и историки искусства, художники. И я подумал, что, наверное, тогда мне, наверное, целесообразно было бы подобрать выступить гонкуа куратора. То есть, наверное, вот такая фигура, профессионально-социальная, она как-то была у вас не задействована. И я подумал, что не столько даже говорить о художественном процессе, о художественной динамике, о историософии искусства, о том, как современное искусство и различные его процессы вступают в диалог с исторической памятью, с историческим сознанием, сколько скорее рассказать, навести фокус скорее на свою персональную работу, кураторскую, и рассказать, как она пережила идею времени, темпоральности, идею памяти, идея истории, как она взаимодействовала с этой проблематикой. И как, вступая с этим в диалог, менялась кураторская стратегия, менялась кураторская установка, методики работы и тематика, разумеется, выставочных каких-то инициатив, кураторских усилий. Ну, не разумеется, как она вступала при этом в резонанс с художественной практикой, поскольку очень большей проблемой, конечно, куратор является в том, что он еще должен как-то взаимодействовать с художником. Вот, что, к сожалению, не свободен абсолютно. Вот, мы тоже с этими людьми, которые снять отношения, и принимать в расчет, как будет их творчество. Вот, поэтому, разумеется же, тот один тип тематизации или рефлексии на историособскую проблематику, разумеется, возможен, или, если возможен, что принимает те или другие формы, в зависимости от того, какой, собственно говоря, художественный контекст его окружает. Насколько он способствует, какие векторы он задает, как в падении в резонанс, так и, наоборот, контракону, то возможно. Куратор в данном случае, по крайней мере, не всегда мы обязаны следовать художнику. Он может его озадачить, он может его спровоцировать, он может даже создать критический проект и, включив объект своей критики, вот, диалог равных этого проекта. Но, как бы там ни было, это всегда диалог, это всегда прожилить и резонанс. Ну, я, задумав это, при этом я рассчитывал на то, что аудитория, собравшись в этом музее, ну, не очень укоренена в художественных реалиях, я так предполагал, да, вот, но почти угадал, но все-таки, тем не менее, я вижу какие-то очень знакомые лица и заранее извиняюсь, если тот материал, который я вам сегодня Алисе не увидят, они увидят уже энный, как бы раз, и все эти байки, которые я сегодня буду травить, как бы они уже, так сказать, всем хорошо известны. Вот, ну, вот, поскольку, повторяем, как бы все-таки рассчитывал на то большинство аудитории, которые я здесь вижу, именно на незнакомые лица, вот, к чему, кстати, тоже очень кстати, рано. Значит, если говорить вот об идеях работы куратора и работают вообще кураторской фигурой, то, ну, в нашем контексте вообще фигура куратора – это явление относительно новое. Эта фигура появляется у нас в эпоху перестройки, например, в тот период, когда российский художественный контекст, советский художественный контекст вступил в резонанс западной системы искусства, причем вступил напрямую, минуя институции, минуя авторитетные инстанции, в которых тогда еще эта фигура была неукоренена, и поэтому они ее не могли принять. И я вот сам хорошо помню, что когда я готовил 11 первых выставочных проектов и в поисках того, каким образом можно было бы вывести по художественным материалам за границу, то я подумал о том, что может быть имеет смысл попросить посредничать союз художников, который к тому моменту уже пытался как-то налаживать диалог с интернациональной средой. И, зайдя в выставочный отдел, в отдел международных связей, там вполне любезный и уже явно держащий нос по этому чиновник, культур чиновник, мне сказал, что, вы знаете, да, да, нам такой проект очень даже политически подошел бы, вот, но вот как-то имейте ввиду, что вот как-то, вот я не очень понимаю, как вообще вас расценить в этой истории, так сколько, я даже не очень верю, что мы сможем вас оформить как бы на выезд за границу. Но здесь молодые люди, мы даже не очень в курсе, что в той эпохе, выезжая за границу, кто-то должен был оформить в этой организации, как бы командировать, ну, если ты делаешь, что-то некая рабочая нить. Вот, и эта задача, несмотря на чиновника, была связана с тем, что он просто не понимал, кто я такой, как меня встроить в тот табель оратор, который существовало в советском художественном истеближе, в системе искусства в советской жизни. Вот, значит, но в западном мире, в западном мире фигура куратора уже была украинена, именно этой фигуре были делегированы полномочия авторского, аранжирования авторской организации, авторской презентации, концептуализации и создания драматургии в источных проектах. То есть это уже носило характер творческой, индивидуальной авторской работы. И поэтому в момент, когда они вышли на российский художественный контекст, они тоже столкнулись с обратной проблемой. что здесь аналогичные проблемы, но с одными рефлексиями по этому поводу. Именно отсутствие фигуры куратора. И кем эта фигура была нужна? Потому что они уже привели к тому, что кто-то должен взять интеллектуальную авторскую ответственность за выставочные события. Вот из этой встречи, западной системы искусства и российского художественного контекста через голову инстанции, вот была имплантирована здесь эта фигура куратора. Значит, я бы хотел начать мой разговор с легендарной эпохи 90-х. Потому что именно в этот период, так сложилось и в моей персональной судьбе, но так сложилось и в судьбе целого ряда других людей, которые тоже начали нащупывать себя как кураторы. Наиболее авторские и оригинальные кураторские решения стали возникать уже именно в 90-е годы. Потому что ангажированные западным контекстом первые такие позднесоветские, ранний постсоветские кураторские проекты, которые шли в основном в рамках вот этого открытия, вообще как бы культуры перестройки, открытия некого лежащего под спудом ресурса советской культуры, в основном они носили характер, вот эти выставочные презентации носили характер, такой достаточно узкорепрезентационный. Мир хотел увидеть, мир хотел просто так сказать, чтобы им привезли наиболее какие-то эффектные, интересные как бы образцы того, что здесь как бы производится. Поэтому ожидания от куратора у западной системы искусства на самом деле были тоже довольно занижены. От них не ждали очень сильных как бы авторских высказок. От них не ждали кураторского экзерсиса такого очень аффектированного. От них в первую очередь ждали показа материала. Что тоже входит в компетенцию, разумеется, куратора, но это достаточно заложенное все-таки поле для самореализации. И надо сказать, что уже довольно рано я с этой проблемой столкнулся. Что я хочу сделать большее, а если не сталкиваюсь с запретами, то, по крайней мере, сталкиваюсь с тем, что от меня как бы этого не очень поначалу просто живут. Потому что какие-то мои очень сильные авторские предложения, как бы они просто, по крайней мере, вызывают некоторые некоторые удивления. Ну, anyway, как бы, ну и потом, разумеется, надо сказать, чтобы только тому, что в момент, когда я стал делать выставки в Перестроечную эпоху, у меня потенциально был уже огромный опыт работы над выставкой. Наверное, 10 лет я работал в Государственном музее изобразительных искусств, Кушницком музее. Поэтому, как делать музейные классические выставки, я себе представлял все-таки первая выставка, которой я был в очень скромных ассистентских королях причастен. Это была выставка Москва-Паридж. Это была очень легендарная выставка, которая подвела итоги истории европейского авандарда, русского авандарда в контексте европейского авандарда. Это была огромная выставка, вошедшая в историю вообще выставочного дела. И это, конечно, был деятельный опыт. И вообще невероятный опыт работы в Кушницком музее, поскольку, по крайней мере, в ту эпоху это была высоко-высоко профессиональная институция. И потом, работая очень много в западном контексте, я каждый раз испытывал разочарование. Не каждый раз, но очень часто, поскольку, в общем, лишний раз задним числом убеждался в невероятном все-таки ресурсе, ресурсе знания, ресурсе компетенции, который, в общем, в советском контексте был накоплен. В частности, вот в области выставочной практики, хотя она формально, это практика советской эпохи, авторское начало кураторе, в целом целой ряда причин, это очень интересный сюжет, я пока, сразумеется, рассказаться не буду, но она не признала. Работа куратора в тот период носила коллективный характер, что общий участницей достаточно закономерно и для западного контекста, это тоже куратор часть работы, диалоги или даже группами, но в первую очередь она носила скорее анонимный характер, куратор растворялся в институте, поэтому те выступления, что я делал в пушкинском музее, делал в пушкинском музее, а не я, а я, то есть, когда роль, она просто была растворена в коллективном теле, в институциональном теле институции. Значит, ну, как бы то ни было, работа уже в амплуа авторского индивидуального начала тоже требовала некий опыт, и как бы то ни было, всего целого ряда обстоятельств, наиболее такие уже осознанные и явно сформулированные как новаторские, как ломающие некие нормативы, причем не только внутрироссийские, но и интернациональные, вот эти проекты, они уже возникли как раз в контексте 90-х годов. Я бы хотел начать этот разговор именно с 90-х годов хотя бы по принципу того, чтобы обострить, поскольку мой принципиальный интерес, он связан именно вот с чувством истории, с чувством памяти. Но для того, чтобы обострить вот это понимание, я бы сказал, вот это осознание важности и специфичности и далеко не безусловности вот этого исторического интересного, вывести историософии в искусстве, я как раз хочу вот начать именно с 90-х годов, потому что эта эпоха была программно, а исторично. Она все это игнорировала историческое время, она игнорировала историческую преемственность. То есть все в этом времени, по крайней мере, и разумеется, говорим, очень схематично, очень рубленно, но в рамках живого рассказа, я надеюсь, этот схематизм не будет прощен. Но в целом даже то, как запомнилась эта история, эта история десятилетия запомнилась под этикетками лихие, катастрофические, эпоха слома, кстати, вот с третьим определением, которое в большей степени сослотиться, но это действительно была эпоха, когда очень обостренно переживалось вот это ощущение невероятного радикального вот слова ситуации, слова времени, слова устой, слова обстоятельств. Поэтому, в общем, те, кто эту эпоху пережил, она была невероятно травматичной. Невероятно травматична именно этим, что все вот все эти опоры, все эти безусловные какие-то ниши, весь символический порядок, ну, кстати, не так символический, но и экономический. Причем не только в жизни страны, но и в жизни каждого человека, особенно в жизни представителя мыслящего класса, тоже радикальным образом, значит, измениться. И вот вот эта ситуация колоссального слома и, собственно говоря, породила очень специфическое переживание времени. Ну, я об этом довольно много писал и не хочу об этом довольно долго сегодня говорить, потому что иначе невольно начну цитировать самого себя. Но, говоря именно об этой эпохе, я все время, я люблю 90-е годы, именно так ее определял. Сейчас я готов говорить чуть-чуть, несомненно, более комплексно, но в целом я готов действительно повторить себя. Вот темпоральное, временное измерение, которое переживалось тогда, в ту эпоху, это было измерение здесь и сейчас. Потому что историческая преемственность оказалась сломана. Наоборот, и власть, и медиа, и вообще сознание любого человека аффектировало вот этот разрыв, да, вот это, так сказать, вот то, что настоящий момент невозможно объяснить из дня в чаши. Вообще, сама ситуация, повседневная ситуация, жизненные обстоятельства любого, они решались всем тоже здесь и сейчас. Потому что все определялось здесь и сейчас. Выживание, поскольку миллионы людей, кстати говоря, и художественные мир, в целом, обживавшие тогда старее какие-то подворотни, поскольку институции оказались полностью парализованными, никакого рынка, его и сейчас по большому счету нету, но тогда его не было вообще никак, да. То есть, действительно, это была ситуация такого тотального выживания, унизительного, хотя, конечно, вторым измерением всего этого была невероятная и коррегия, но в целом, конечно, ситуация была невероятная мизерность, да. И сама вот эта ситуация выживания, как бы, просто от дня в одни, да, она тоже погружала человеческий опыт и его сознание, она погружала тоже в это состояние здесь и сейчас. Ну, как впрочем, здесь и сейчас в эпоху решались гиперсостояния, да, что тоже совершенно не безусловно. Поэтому, действительно, вот то темпоральное измерение, в котором, собственно, все оказались, оно было увязано вот с этой вот ситуацией граждадневности, да, вот это прививание в перманентно длящемся настоящем, да, мучительном, конвульсивном, неустойчивом, вот, например, это постоянным, течение времени, как бы, приемственности, линиарности времени, как бы ни было, но такого, то есть не только аристотельского, при этом времени не было, но и августиновского времени, то есть времени, как на пластавание опыта времени, как-то сказать, вот сложные диалектики взаимоотношения будущего, прошлого, настоящего, образующего многие-многие-многие как бы слои вот такого исторического опыта тоже это конвульсивное пребывание в перманентном настоящее ну и если то сказать я должен это проиллюстрировать примерами художественной практики то но в любой только немножко знает художественный мир сразу меня будет ожидать и правильно что я проиллюстрирую этот тезис например из-за области московского потому что разумеется стратегия московского акционизма то есть работа за пределами институции работа в реальной живой жизни реально публичных открытых в не институциональном пространстве работа не форме стационарного объекта живописного скульптурного инсталляционного и не форме перформанс поскольку перформанс который взял на вооружение московских концептуализм хотя коллективные действия называли себя действиями или акциями но драматургически типологически то что мы делали перформанс то есть к системе действий имеющим драматургию имеющие заранее проработанную и выстроенную последовательность и темпоральную заданность данном случае это речь шла именно в акциях о жестах конвульсивных истерически драматическим не имеющих четкого временного предзаданных параметра они могли продлиться больше не могли продлиться меньше зависимости от тех обстоятельств искать на вызов котором когда вот эта акция значит осуществлять то есть можно обсуждать поэтику московского концептуализма не будем дальше развивать как бы этот сюжет в случае ваших вопросов готов продолжить вот но в целом как бы что понятно что тип действий он вот максимально узнавал себя вот воды как бы новой темпоральности здесь и сейчас ну для этого я думаю всем известно то что я показал это разумеется знаменитая акция которая обычно почему-то почему даже в академической или такой псевдоакадемической нашей литературе называют акции хуй но тут надо сказать что неизмерности к куризму академической терминологии вот сколько из академического требования к исторической практике но надо сказать что эта акция назвалась несравненно более изящно она называлась эти поскольку осуществил ее когда очень молодой анатолий осмоловский вместе с группой своих сподвижников которые себя маркировали вот этой аглевиатурой пейте экспроприятия территории искусства называлась она эта акция первая акция когда они своими телами нарисовали как бы некое тело то есть я коньяка слова сниги некий текст вот то она называлась эти текст вот но учитывая что я вас был воспитан на трудах тактусского университета на семиологии семиотики на русской семиотики и западной семиологии чтобы эту попу моего студенчества было высшим писками телекладе мировой мысль как локальные таки вот то разумеется такое название она вызывала масса очень важных ассоциации очень масса ходов срабатывала и разумеется любой образованный гуманитарный человек сразу понимал что это не просто некая выходка а тут явно какие-то очень незаварядное незаварядные люди знающие труды проторознаковым системам значит вот это все здесь так что в общем это кстати говоря вам нужно способствовать очень быстро рецепции смоловского и его сподвижников московского интеллектуального сообщества вот ну среди героев среди герой с московского акционизма и может быть самый пронзительный и сложный однозначный фигурой являлся александр давидович пряна и это одна из самых его изящных акций она очень часто воспроизводится то что он чаще чем многие другие его его работы хотят а вот эта фотография я не взял с разворота флэша значит самого модного особенно тогда начали 90-х 80-х мирового журнала они опубликовали эту картинку просто на разворот вот поэтому здесь даже шов он слегка подлетушил который невольно был от скалинга журнального разворота вот на нашу работу часто воспроизводят но на самом деле не очень понятно до сих пор никто не смог реконструировать ее название поскольку название строится на аллюзиях ветхому завету вот так фигурирует давид другие персонажи ветхозаветной истории вот и название варьируется но обратно разумеется уточнять вот но что самое не известно это то чтобы она осуществилась что точно существует лубянской площади вот но это значит на это было в девяносто четвертом году вскоре после того как был убран не только памятник держится который там стоял но быть убранный путь это было просто клумба клумба которая зияла вот этой пустотой кстати говоря пустотой времени пустотой исторические преемственности вот и на этой площади которые даже тогда хотя когда вы не стали на меньшие тропки и шум городской автомобильный шум но сама на помню почти огромный какой секунду сайте уже когда безумно шумно и его достать александр давидыч появился на месте исторической пустоты вот и начал что-то орать как бы вот городу имеют да ну а более конкретно то небольшой группе его офисе на вас его поклонников которые стояли как бы около выхода из металл это там за сотни-полторейский небольшими но на самом деле кричал он совершенно замечательный фразы он скрещал фраз граждан я ваш новый исполнительный директ вот ну и разумеется потом в таком более фольклорным попсовым и уже явно ориентированным на идеальный институциональный успех сходе как бы уже олег кулик таскать очень активно и сильно как известно промотировал промотировал московский московский акционизм российском и интернациональном контексте создав такую более фольклорную более обращенную хотя по-своему достаточно авторскую и достаточно кстати говоря к слову темпоральности достаточно индивидуальную версию потому что его интерес к дочеловеческому к примордеальному к доме домифологическому до антропологического еще это было форма сторонним иной авторские интерпретации разрушения история сажение исторического времени выпадение из времени не только за счет погружения в перманентное настоящее но и за счет выпадение из исторического времени вообще еще одним примером затем неизвестным но по-моему совершенно великолепным примером вот этого специфического переживания 90-х годов паральности 90-х годов я хотел бы привести пример работа и творчество грузинского художника хокера мишель поскольку в общем этот опыт постсоветский то что я более систематически попытался осознать значительно позднее о чем сегодня говорить был действительно достаточно широким вот то разумеется и то ли другой форме но он конечно был драматически пережить во всех постсоветских стран и вот эта работа о кирами швили называется война из моего окна значит это история одного из не хочу сказать многочисленных это было неправильно нескольких государственных переворотов и гражданских войн чтобы постсоветские годы пережила грузия это вот такая стопный момент когда собственно говоря стрелялся груза курдия и затем из москвы и выстрелили нашего нация пока находится в москве а на улицах отбилиси идет война идут выстрелы танки стреляют гаубицы то есть он настоящая война значит и а он приехал из швейцарии приехал передать родители и вот на рождественскую всю рождественскую неделю идет гражданское время и каждый день сколько рамешвили из своего окна делает один кадр с камеры стоящие на штативе вот как бы внутри комнаты но полностью захватывающий охотный проект вот и вот эти 12 или сколько сейчас даже можно посчитать эти 12 кадров которые собственно вместе выдачи напечатывание фотографическими отпечатками образует вот они собственно говоря не маркирует вот это вот это а историческое время чистый взгляд как бы на на совершенно неподконтрольную бессмысленную не поддающиеся систематизации организации и сусоглана не поддающийся самоотождестврению с ней окно из вот ну и наконец я не исключаю что могут возникнуть даже некие форсалы возражения потому что совершенно очевидно что для 90-е годы в этот момент этого невероятного слома исторического выпадения из некой предзаданной исторической последовательности с некой версии исторического времени до самом деле этот сломан выпадение из предустановленного историзма он провоцировал конечно же на конвульсивные моментами но тем не поиск каких-то новых исторических алюзий ассоциаций идентификации вот уместный термин и кстати ставший пока крайне крайне модно до конвульсивный поиск идентичности который был тоже частью вот такого повседневного и творчества но и среди этих художников которые тематизировали вот этот поиск связи был конечно же тот же осмоловский в очень большом количестве своих работ как бы он присягал на верность или демонстрировал как бы сейчас будет модно сказать верность событий верность историческому событию вот но есть одно очень важное обстоятельство которое хотел бы здесь оговорить да вот это его знаменитая акция который взял 93 году в центре москвы когда вот с помощью крана который подъехал на площадь маяковского и водрузил его на плече маяковского и сидя маленький авангардистик маленький клоун авангарда как клоун революции как он себя тогда называл вот сидит у этого гиганта что великого пролетарского поэта нашей эпохи как сказал и вот этот разумеется нелишенный самоиронии достаточно сам иронический искренний парень к идентификации с каким-то типом исторического прошлого на самом деле повторяем был достаточно кратерий но вот здесь надо говорить что это был за историзм что это были взаимоотношения с прошлым был тогда термин который очень популярен белого по моему тогда очень важный для этой ситуации по мне остающийся одни из самых выдающихся нанежирующих русских художников он тогда ввел за термин который остались очень легко на использовать все жесты отношения и он с моей точки зрения прямое отношение вот и к этому типу взаимоотношения с прошлого это не переживание это нереальное выстраивание связи это вот в этом конвульсивном хаосе здесь и сейчас вот такие же конвульсивные суммы жесты неких исторических реалий верность как наверное с которым как бы субъектом сигаре не имея условий и возможности ввести как вывода не было ясно зачем какого рода связи и приемственности имеет место быть и так далее это очень сильный и очень пронзительный и очень трогательный жесты но именно жест вот это некий отцы вот теперь же мне хотелось бы говорить о том какой же тип репрезентации как принято говорить на художественном жарбоне выставочного показа показа искусства оказывается адекватный как бы вот этому специфическому контексту этому ситуации проводения перманентная настоящая ситуация здесь и сейчас где единственно возможны взаимодействия с темпоральностью с прошлым некий жест и здесь качестве вот такого первого примера но по-моему очень местного я бы хотел привести пример феномена он существовал полтора года неполных два года скажем 93 девяносто третий девяносто четвертом году если не ошибаюсь в здании который сейчас является таким очень пиши на один из первых таких пишет офисных зданий в котором когда-то располагалась это собственно говоря все репортажи цивилизионные были выполнены из этого здания потому что все эти маски шоу вывоз документов опечатанных компьютер проходили в этот родной дробный большой палашевский этого центре москвы между патриаршем и пушкинской почте вот в этом здании а за купленным тогда мостбанком и замороженным на какой-то период в ожидании дальнейшей реконструкции обосновалась группа московских художников устроить вам один из первых девяностые годы или сквоз и в качестве некой их программы действия они а это в первую очередь дубасовский владимир нынешняя звезда лидер рынка где это гоня который сейчас не может вернуться в родные пенаты и живет за границей то есть целая группе и группа там еще других художников которые жили пускать в этих живет обживали этот же сквот они отвели под выставочные инициативы небольшое маленькое пространство она была не больше думаю что не больше и а него так скромно отремонтировали стены белый цвет и затем каждую неделю каждый четверг 7 часов они открывали новую листью и так сказать что вот вся безумная энергия вот этого таскать злополучного десятилетия она конечно там называется на просто колыхала стену этого маленького пространства потому что более невероятного каскада аттракционов который собственно там был совершен за эти два не полный год каждый раз выски были сердно дневно но чаще всего они связаны с одним авторским усилим это был один художник иногда но каждый раз об одном ярком жести поделать серьезные выставочные показы на один день в маленьком сквотном пространстве не представляется чисто практически ну а уж затем все то что я уже набросал специфическая темпорально здесь и сейчас и ее предрасположенность к жестовому конвульсивному акционному начал поэтому все выставки носили именно в этот характер это был показ неких жестов некий цианица но вернувшийся выставочная пространство и работавший именно с выставочным пространством если собственно говоря московский акционизм сводил подминал в урбанистическое пространство времени то здесь наоборот художники работали искать именно с пространства растворяя в нем вот эту минутную минуту ну к примеру ну к примеру один раз потому что там был маленький туалетик в углу вот то один раз пускать идея была в том что из туалета был бы на писсуар его поставлен на входную стену со всей системой ассоциаций и к истории современного искусства но при этом он функционирует с вами как бы все пространство выставочное пространство превращалось в нужник еще одна довольно сильная а другой раз ситуация сводилась к тому что маленькая ветровое окошечко под крышей было открытого построена лестница и очень приятным поздним майским вечером для все посетители выставки разделись и загорали получат искать вот такого первого уже по-настоящему летнего как вечер третий раз ассоциал осталось потому что когда мы все собрали скучную пространство появилась была зима и появилась какая-то тетя с матюгальником вот и всех сообщила что жена из экскурсии по москве соответственно опять раз карита года с пространством всего уничтожения нововведением замкнутого выставочного пространства город этот выставочный проект назывался вся масла третий раз четвертый уже раз придя туда мы обнаружили что прямо от входа тянется длинный стол накрытый свадебный стол накрытый очень надо сказать по тем временам просто роскошно салатиками разумеется с водочкой с рюмочками но беседу без стуль но в торце стола вот этой самой стены сейчас здесь видите такая главная выставочная стена не близко подходит как бы вот стола длинный вот там стоят спинками к этому к этой стене стоят два стула вот и там сидит нарядный художник юрий бабич с очень привлекательной блондинкой одетый подвиничная акция называлась свадьба и на стене висел сертификата заключить брака вот и так далее так далее так далее то есть как бы это бесконечная бесконечная карусель безумно 100 умных лихих очень ярких артина повторяем связанных вот именно с этим как бы вот с этим очень специфической темпоральности с очень специфическое взаимоотношение пространство и время ну вот это выставка которая состоялась где-то по моему это был в март месяц вот она называлась 9 сезонная то есть обыгрывал слово сезон обыгрывалась середина художественного сезона но одновременные климатического сезона и просто скобили беды были в беды крючки вот и художники группы придумавшие эту акцию просто повесили на неё прийти как бы наверно саж повесили на неё там свои кепки куртки значит вот и плащ вот ну а это наверное самое старше самый знаковый акции сделанный на день тарганян вот назвался на сторону объекта здесь обыгрывалась знаменитая выставка которая была организована в москве моим замечательным коллегой андреем ерофеевым который вся была посвящена управление объекта плакина этот раз он любимый кстати на на то время любимых которые ерофей вообще собственно любимых качество кураторская влюбленность художника тогда действительно актив повезло выходил в рюмчиках очень энергичного куратора и так вот на этой выставке которая называлась аналогично выставки любимого куратора самого себя предъявлен как объект живем образ жизни он был достаточно поемный вот она это просто даже чуть-чуть усугубить поэтому лежат совершенно бездыханный и поскольку фоточка была заколочена то вообще все доказательства того что он находится в стадии объекта вообще мы могли вполне себя почувствовать и так вот объектом он пролежал в этом пространстве то есть мне очень хотелось показать вам опыт художников с репрезентацией поскольку вот прекрасно иллюстрирует вот это движение в этой интеграции выставочного показали художественной репрезентации в этой специфической температуральности здесь и сейчас а исторических вот ну а сейчас я хотел бы рассказать вам о нескольких примерах у моей работы вот первый из них на 92 год марк мая 92 года когда вместе с художником с моей коллегой критиком последствий старший выдающимся художественным журналистом елены курлянцами сегодня уже не первый год покойный довольно скоропостижный без времени наскончавшийся вот тогда мы ему создали такой проект под названием of art и то есть мы попытались в новом постсоветских условиях возродить традицию квартирных выставок и и начали приглашать эти квартирные квартиры то есть на квартире московских художников мастерские московских художников кстати говоря на днях буквально раскапывал архив авто интернешнл и изымал материалы с выставкой который состоялась на мастерских художников на чистых прудах где участвовал францвест вот это выдающийся австрийский художник один из крупнейших художников 80 90 который увы тоже скончался буквально в сентябре или вот и выяснилось что в его зависях вот эта выставка мастерских художников москве 92 года фигурировала как одна из него безумно принципиальных и важных чему я был в общем несказанно тонн разумеется я этого не знал вот и вот так форму как бы столь сверхприятельный журнал вот меня запросил какие-то материалы связаны но сейчас я хотел рассказать вам о другом как бы проекте проекте который по нашей инициативе на есть без отчета регуляции состоялся в диалоге кстати говоря с олегом куликов из тогдашней галереи риджера когда в москву в одну из квартир была приглашена группа художников излюблен под названием или топа и ну это сегодняшний день уже прижизненные классики современного искусства очень крупный восточный европейский виски художники это группа из пяти человек вот и они пережившие аналоги андеграунда более ослабленными они очень живо откликнулись на наше предложение эта идея совпало с их новым проектом а именно с проектом создания нового государства то есть свою глубокую работу они решили передать ему статус государства в этот раз недавно написал довольно большое теоретически выученное сочинение по поводу как раз вот этого опыта участия этой группы в москве и вокруг их проекта нового государства что-то вообще государство художников поэтому если кто-то этим интересуется текст но вот он довольно имеет нас отеля некое отношение целыми сюжетов которые мы сегодня будем обсуждать потому что московская художественная среда который 90-е годы вот оказавшись в этой ситуации здесь и сейчас начала консолидировать себя через идею выстраивать себя то через прямую интеракцию через прямое общение никакого другого общения не не было рыночной медиации человеческом общения не было это была прямая прямая коммуникация вот в отличие от люблянских художников которые по контрасту с москвой которая себя узнала в идее сообщества которые всегда строятся на революционном контакте на relations на обмене на контакте на отношениях связи вот они нашли себя в идее государства и это стать очень любопытно поскольку причины аналогичные институциональный кризис переходный момент слов исторического времени абсолютно как бы но софт-версия социальной общности сообщества версус более жесткой и дисциплинирующей почти авторитарный и историческая эволюция которые прошли эти два проекта сообщества здесь и идея государства там очень показательно и очень получится вот но как бы там ни было вот здесь эта встреча состоялась этих двух вариантов проживания вне исторического времени в рамках квартиры которые мы нашли для этих художников они открыли здесь свое первое посольство государства мск нового словенского искусства но и словене шипов и в течение месяца на ленинградском проспекте 6 в академической квартире где жилы в полном составе группа и большое количество приезжавших к ним коллег друзей которых они приглашали и которые собственно говоря вот устраивает дискуссии обмен мнением видеопоказы театральные перформансы которые театра нурлунг который тоже входит в это входило в это государство мск который породила и и проводили перформансы на постели огромный двуспальный постели вот а зрители стояли комната была маленькая прости было огромные зрители просто стояли по стеночке вот и смотрели значит на этот спектакль который каждый день по вечерам все эти 7 часов вот театр нурлунг уставил на на постели вот так что это было очень очень интенсивное яркое событие и парадоксальным образом в очень большую степень именно сообщество точнее консолидация поколения 90 впервые вообще как-то осознала свое тождество как раз вот вот в этом на ленина на ленинском проспекте 6 в этих дискуссиях вот как-то туда потянулись наиболее живые наиболее открытые наиболее чистолюбивые наиболее как бы озабоченной как бы поиском какой-то новой перспективы новой позиции с устроенными дискуссии это были 10 исключительно исключительно интересные там впервые там встретились я не знаю там и смоловский лидерман гутов кулик встретились между собой вместе и с артёмом троицким и сам валерием по дорогой и с целым целым рядом как бы не только интернациональных людей но и локальных персонажей которые собственно говоря значит вот тоже на там появляется 20 кулик мало узнаваемый этот артём троицкий владимир авчаренко вот значит ну и затем не буду себя затягивать очень белого скажу о неких как бы проектов которые собственно говоря затем довольно активно начали мною как бы разрабатываться как раз следуя вот этой как бы линии вот как бы на растворение художественной практики художественного показа вообще не в контактах в рилейшнс во взаимодействии как бы людей в неком меж дисциплинарном подчас и в неком меж дисциплинарном режиме вот ну в частности девяносто второй год это приезд группы герой в москву столь важный вообще для ситуации 10 лет и когда для моих скромных аккуратных усилий организационных вот девяносто третьем году в центре современного искусства не существующим я делаю проект гамбургский проект суть которого сводился к тому что этот маленький пуплый центр пригласили на камбургскую ярмарку художественную и без того что приделать придумать им выставку с работами отобранными из мастерских я предложил художников собраться вокруг этого стола моего маленького кабинетики это даже не стола, а просто был деревянный куб, у которого был положен кусок стекла и там вместе решить что за проект мы можем сделать можем ли мы что-то через этот проект репрезентировать или вообще идея репрезентации себя изжима можем ли мы это сделать вместе или совместность как бы не может породить какое-то коллективное групповое высказывание и это все растянулось сначала на месяц постоянной встречи дискуссии а затем на какую интересную новую модель работы был рожден вики воркин-професс солнце стало в том что каждый из художников уже порядком уставших от таких бесконечных конвульсивных судорожных споров в ходе которых они не могли прийти к общему общей точки зрения но блин и не могли избавиться от желания и потребностей вновь встретиться и продолжить общение потому что именно через это общение какими было осознанно собственно говоря продолжается считать художественной ситуации считаться когда нету страшных пространств нету музей нету галерей нету аукционов продаж при это не всего подобного что принято почему-то считает что ты есть искусство вот но у меня в этот момент как ты был особенно пост посознанно что подлинное искусство как раз есть эта ценность вообще об этой ситуации без него искусство вообще нет даже институционально так вот короче говоря все они дескать конечном счете пришли и каждый из художников положил на этот стол положил по некому объекту объекту который были им названы сущностные объекты вот этот вентилятор это объект в котором себя узнал у Генрикутов болоток и гвозди это объект в котором узнал себя Владимир Куприянов глобус маленький школьный это объект в котором узнал себя Вадим Фишкин странная картоночка на которой наклеена вырезанная из спортивной газеты фотография этого второго защитника второстепенной бельгийской футбольной команды это разумеется объект Юрия Дермана вот этот камень такой с плоской эмалированной поверхностью и вмонтированной в нее жемчужины это объект Гея Реглавы был такой великий русский художник в ту эпоху вот и струкцина объект который накручивается на любой другой предмет вот вот этот объект в нем узнал себя Анатолий Осмоловский который тогда теоретизировал себя как лишний объект в московском художественном контексте есть экстра комчик как он тогда выучил на английском языке который он не выучил до сих пор вот значит как бы это лишний объект лишняя вещь когда что он есть то что приведет к чему-то создавая для нее чудовищный а затем собственно говоря все художники начали добавлять новые вещи новые предметы как бы в реплику на объекты других художников а потом в реплику на реплике других художников по отношению к другим то есть вот это постоянно разворачивающийся во времени но все время стелящиеся по ситуации пребывания здесь и сейчас работа вот собственно говоря по этому принципу собственно говоря разворачивалась вся эта деятельность в этом нескончаемом длительный длящийся с ними еще четкого конца поскольку предвидеть конец этого типа проекта невозможно в отличие от стационарной мест чтобы она постоянно жила на постоянного строя вот затем последовал еще один проект который многие знают это проекта назвался мастерская визуальной антропологии когда я подумал что нужно продолжить этот тип работы но надо было заменить сказать вот общение между собой художников прямого каким-то посредником но и мне удалось согласиться по дороге наши философские все на то чтобы он отдал себя на растерзание московских радикалов и он с ними провел год вот это был проект который длился разворачиваться год это были постоянные встречи общение обсуждения у них было довольно сложное но придуманное по ходу дела драматургия ничего заранее не было придумано все собственно из общения с диалога разворачивалась и потом четыре года мы работали над изданием материалов годовой работы это пятилетний проект который тоже является растянутый растянутый длительностью характерным вот таким примером замыкания общения разворачивание репрезентацию в сторону диалога и внутреннего общения был мой проект интерпол вот в ходе которого это общение свелось вот такое милое общение это тоже длительного годового проекта в ночь накануне открытия выставочного показа в Стокгольме это был только русско-шведский проект в данном случае акции который устроил дмитрий годов ночь перед открытием выставке все участники сидят за большой стол где ели лукстеров и забивали в белом геном и подводили итоги вот этой долгой не буду вам рассказывать подробно это было довольно сложная технология вот этого как вообще затем они все ушли а вот этот стол со свидетельством этого человеческого присутствия да вот этих людей которые недавние были вот грязные тарелки вот недопитые вино вот скомканные салфетки и вот запах лобстера вот этот стол с этим растворяющимся во времени смердением лобстера должен был быть вынесен на выставочный зал и вот там собственно таким живым документом вот как бы опыта вообще значит ну оказалось чуть чуть все сложнее потому что значит в ходе акции Олега Кулика значит он покусал значит как бы публику в том числе вот этого главного спонсора выставки вот Александр Далич Брэд значит сказав что это у него будет музыкальная перформанс вот значит он при входе в выставку бил эти барабаны впервые в жизни взятые руки палочки вот где издавал какие-то утробные значит звуки вот микрофон вот а потом встал и поломал работу китайского художника вэндегуи он уничтожит повалив вот и значит все это вызвало колоссальный скандал это тоже целая как бы история но важно собственно говоря то что все равно в частности когда начался скандал меня мировая общественность потребовала комментарий вот то я там начал заходиться в риторике вот и в частности конечно же использовала в идее что насилие это тоже коммуникация вот и боролся разумеется с лидеральными расставлениями коммуникации корил запомнение в том что он видит коммуникацию только в чем-то политически корректном а так сказать вот коммуникация так сказать которая в частности задействует насилие порыв возможно и так далее но это был сильный всплеск риторики и момент абсолютно как бы фокус на выставке уже там два диплома было написано и сейчас в лондонском университете диссертацию пишут поскольку оказался довольно важным для того времени вот и наконец последняя история по этой связи которую я хотел вам показать вот это выставка которая сделала варите которая была невероятно красивой которая тоже строила по принципу вот такого не выставочного показа а вот какого-то перемещения художника между собой запутывание работ между собой когда разные художника развестворялись между собой являя некое коллективное тело сообщество о котором так все мечтали в девяностые вот но но именно на этой безумно красивой безумно театральной кстати делал ее совместно с великий режиссер американский вам как вилсином который в общем выступил сценарием она была конечно совершенно головокружительно красивая вот она была еще полна звуков в общем это было как отфелье вот но вот на ней я понял что нужно ставить точку потому что это по-моему уже выродила спектакль вот это как бы вот это ощущение подлинности которое было ценно подащение подлинности что было самым ценным что было сцежено с этого довольно отвратительного времени вот но стало уже очевидно что уже никакая не подлинность а что это уже скорее такой был спектакль очень красивый очень зрелищный карнавальный по-своему очень политичный можно описывать его как угодно но что в принципе как бы не вся эта история исчерна и исчерна в частности потому что вернулась история вернулась историческое время и сейчас я вам показываю знаменитую работу Анатолия Смоловского то есть художник который начал раскрутку и показ эпохи 90-х эпохи а темпоральности эпохи аисторичности именно Смоловский спровоцировал очень жесткую дискуссию но дискуссию которое оказалось совершенно крушево для самоснознания себя художественной среды как мне кажется мое ощущение создав совершенно новые серии работ в которых довольно программно как бы встроив себя некое стационарное поле историческое время вот эти его знаменитые хлеба вот я о них довольно подробно хотя достаточно критически недоброжелательно как бы высказывался вот хотя повторяю важно и вот каких-то моих покупках конечно вот сейчас обращу внимание на важные пункты которые как мне кажется ключевыми на них точно визуально совершенно очевидно это то что во-первых работа становится стационарным она возвращается возвращение акции от разорванного времени к стационарному артефакту и артефакту который сигналит как бы очень разных слоях времени очень разных исторических то есть августиновское время как бы в котором намешаны разные исторические пласты памяти вот эта модель она как бы возвращается в данном случае в то время как стационарный объект как бы отмеряющий жесткий отрезки времени как бы сигналит в этой работе о возвращении ареста то есть времени как последовательности отрезков настоящих вот и вот ну и так что вот эта работа просигналила о том что уже художественная среда рефлексируя на на новую эпоху историческую на второе постсоветское десятилетие на так называемую стабилизацию если маркировать ее столь журналистки публицистические преми начали искать новые коды значит но коды другие альтернативные вот себе заявила группа что делать сначала сподвижники нашлись как бы и в москве и нижнем ногороде как известно вот но которые собственно говоря начали настаивать на прямой историческом преемственности но нет на жестах отношения а как неком историческом прошлом которое должно собственно говоря мобилизовывать и как бы ангажемент в настоящем да то есть возвращается политически ангажированный художник черпающий из прошлого вдохновение исторический опыт и некие интеллектуальные опорные точки вот эта акция на материале как бы на поэтическом построенном этическом тексте бергхольта брехта революционного российского поэта вот знаменитая тоже работа акция группы что делать когда они напрямую присягнули верности как бы идеалов шестидесятников знаменитая работа Попкова и затем целый слайд-шоу которая группа что делать значит развернула уже в прямой на разнице вот это их уже на этот раз приседания верности революционной культуры двадцатого вот и соответственно как бы здесь хотел как-то показать о том как и кураторская практика тут же собственно говоря начинает параллельно независимо но и в диалоге начинает собственно говоря искать какие-то новые горизонты новые методы значит завязав как бы вот с этим так называемым научный термин уже сейчас это перформативное мастерство заканчив с выставкой валенсии который вам показывал как бы судьба подарила мне огромный выставочный проект Москва-береги который я делал с другом коллег но в котором собственно говоря впервые в моем моем постсоветской практике удалось создать очень большой разговор об истории как бы да построив его надо сказать по совершенно как бы новому принципу значит и здесь вот просто хочу вам показать методики прочтения истории экспонирования истории то вот здесь хочу следующее в центре это работа девяносто восемьдесят девятого года стол сервированный серпами и молотами значит на 13 персон это называется Тайная вечер это работа Андрея Филиппова московского художника позднего художника московского концептуализма знаменитая работа Кошева рабочий поднимающий знамя и его же серп и молот а чуть дальше вы видите работу Йорга Эммендорфа немецкого художника который создал серию таких майских активистских работ примерно в те же годы когда свою работу создавал Кошева в самом начале шестидесятых вот то есть значит что здесь важно важно большая историческая выставка включена в себя всю послевоенную историю россии германии но и не только в существе европы там были работы марины абраговичи группы ирвин и и очень-очень многих художников даже за пределами европейского ареата вот но что было важно выставка строилась по принципу разделов внутри каждого раздела тематических разделов разумеется этот раздел фигуру политического художника но внутри этого раздела встречались художники разных поколений хотя этот раздел появлялся приблизительно в разворачивании аналогии приблизительно тогда когда эта тема эта проблема была построена то есть такой патагонного показа исторического времени как это происходит в классических исторических выставках или как это происходит в музейных классических экспозициях возникла опять-таки сложное аристотелевское время августиновское время когда внутри аристотелевского времени встречаются идеологируют между собой разновременные пласты разновременные эхо или предвестники исторических ситуаций аналогично например вот здесь вы видите уже показанная работа смоловского в которой он присягнул на верность памяти революционных художников здесь это мусор который он собрал после первомайской демонстрации на карл-марксплац в Берлине с метлой и вот она была запечатана как ящик и архив художника верности исторической памяти историческому времени революционной памяти продолжает храниться раз и регионы разные исторические эпохи разные фигуры встречаются тематического кластера внутри которого пересекаются разные разные исторические моменты даже вот ну а затем собственно говоря вот это тоже интересно делая эту большую историческую выставку значит она для меня заставила меня после как бы вот такого опыта 90-х такой конвульсирующий здесь и сейчас вернуться к памяти собственному историческому собственной жизни в стране которой уже нет работая вот над этой большой как бы выставкой которая пересматривала опыт советского советской культуры советского прошлого контекста мировой память в тот момент когда я как раз уже готовил экспозицию в берлине потом она была в москве я поехал в город Бешкек на некий посвят семинар правда показал искусство центральной азиатской страны вот и убедился совершенно потрясающе невероятно сильное невероятно мощное и затем я делаю большую выставку не художников из модных западных регионов или там русских художек а вот я влюбился в место влюбился оценил что смотрел на него уже сквозь призму переосмысленного моей причастности к советскому наследию вот я делал такую большую центральную азиатскую выставку на венецианской библиоте придумал новый бибельон венецианской библиоте как центральный азиатский библиоте который моему счастью существует до сих пор так это художник рустам хальфин это классик азиатского искусства это космолеев джемалеев это ужас благодаря вот этому венецианскому библиоте теперь все эти художники уже такие абсолютные звезды это вот работа уже в собрании чикагского музея находится это вот затем наконец сделал большой выставочный проект собрав как бы все постсоветское пространство что она составит четырех европейских музеев разумеется в Москве это совершенно невозможно запрос никакого интереса вот поэтому разговор советского наследия постсоветских стадок возможно оказался возможен европейских музеев из четырех частей вот мне удалось сделать четыре самостоятельные выставки чуть больше три организации из четырех которых приняли в эти мои выставки они не знали что я параллельно делаю выставки которые являются дополнительными тем что делаем потому что я предвидел что будут междуинституциональные интриги они общий язык так что есть часть общего проекта тогда мне удалось издать восьмом сети летом седьмого в течение месяца монтировать восьмом 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 год конфликты восьмом восьмом москве восьмом 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 стационар восьмом 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 раз мы 바로 направились на фабрике облудшим предприятие праге и среди крупнейших во всей стране и именно там 21 сентября 21 сентября он был намечен на сентябрь когда мы провели нашу акцию но исторически все ввода косточки словаре намечены коммунистами чехословакии формата 68 году реального социализма чехословакии он состоится в чрезвычайном условии как ответ на арест на годовую на оккупацию страны на арест руководители партии страны были вывезены в москву на военном самолете как известно и там был приведен вот этот самый чрезвычайный слез партии который осудил вот сквозь словаре и присягнул на верность вот идеи демократического социализма и вот этому историческому событию вы посвятили наши знак то есть мы собираем встретились с организаторами участниками кто-то пришел на на мероприятие кто-то кого-то просто записали и показывали там как бы на видеоэкран на пригласили активистов политических новой уже исторической которые были под обращены эти вопрос что значит сегодня кто-то знаешь каково измерение каком измерении сейчас требует идеи большой такой форум дискуссия достаточно театрализован при этом абсолютно не форсированная в тех же самых цехах в том же самом предприятии в том же самом месте которая который когда-то происходило историческое событие ну там была масса трогательных показательных вещей она свелась уже к маленькому только цеху большая часть фабрики это склады китайского потреба там ну и так далее так и все как бы знаки совершенно новые и иной эпохи как бы они бросались в глаза и тоже были частью каким-то образом исторического опыта исторического актера вот и конечно что было важно что эта работа когда дочь я как куратор жил никакой не модератор а вот то что участникам вот этой работы участика в общей дискуссии какого-то следствия с автором то есть как бы куратор-каратор или куратор активист или куратор рассказывающую историю или куратор кидающийся в истории чтобы вместе с другими вот ее заново пережить это историческое событие пропустить его через некую экзистенциальность то есть жить настоящим как прошло вот вот это старая специфика этой эпохи и это как бы специфика последняя моя последняя выставка я не совершенства я долго говорить на восстановку позиционно когда я уже пособраночно хорошо ложится что последняя выставка как раз год тому назад она собственно говоря выставочном режиме показала вот тот опыт 90 этот опыт сообщества который собственно говоря тогда был чистым а теперь собственно говоря концерт двухтысячных начали могут встретить вот тогда когда я готовлю выставку еще были нулевые скорее всего все таки новое десятилетие началось у нас 4 декабря 11 вот но это выставка открылась еще сердечко и это вот как называлось невозможное сообщество или частности среди тех тезисов которые она вынашивала на оплакивала вот этот идеал 90-х идеал историзировал и оплатил несбыточность этого идеала сообщества прямого человеческой близости и коллективного усилия созидательного коллективного усилия которая как я сказал наверно было единственным позитивным в этом целом довольно тратительное время вот и именно этому я посвятил и не менее малейшей надежды что это будет хоть какой-то актуальный смысл в москве гламурно москве нулевых вот эти свидетели на меня открытие я честно признавался представители молодыми цветами пресса что в общем и какого-то сказать результата это большие вот но ошибся ошибся в том смысле что выставка была открыта ноября а уже в декабре себе цена и заявили сообщества когда это термин не будет термин слава сухого за говорим о том что на улице вышка и сердце сообщества меня очень порадовал используя актуальные техудачные среды тем вот и на этом кстати идеологии в этом стране конкуменации по моему целесообразно завершить разговора по крайней мере в том ключе в каком и повторяю он разворачивался на протяжении вот нулевых потому что тот новый режим компоральности в который мы погрузились сегодня вот на мой взгляд и те выставки и те а тематизация которые стал актуальными вот и я по мере и россии не знают что уже над этим мы вместе работали и мне как аккуратно тоже хотелось бы на перспективе работать уже именно с этими с этой новой проблематикой это уже хочется говорить не о перманентном настоящем не о прошлом как настоящем а уже хочется говорить о будущем вот мне кажется что этот слов произошел с вернувшимся но уже политизирован уже гражданскими не антропологически интересными сообществами 90-х а уже политизированными сообществ гражданскими сообществами вот они актуализируют мою точку зрения без оценки впадая в оценку что это за сообщество что это за политизация какова ее глубина какого ее перспективы но очевидно то что она обозначила новую новая темпоральность она обозначила актуальность будущем на мой взгляд на этот раз мы будем жить уже не будущее застал кусок того чего илья до моего прихода как раз вот об этой уверенности в становлении приходе никого определенного будущего его неумолимости мне кажется у нас еще нет но у нас есть ощущение на этот раз жить настоящий вот вот это желание продлить настоящее но как будущее вот вот это моя гипотеза относительно потому что нам предстоит прожить ближайшие какое-то количество линка то есть там ближайшие исторические перспектива которая нам ведет но она что она не что абсолютно новое и она открывает масса интересных возможностей для художника вот вот это то что у меня получилось работа тогда это работа которая не дожила до открытия к сожалению выходит на блоговерский бульбар и там приезжают эти важные начальники смотрели в окошко и уже смонтированная на фасаде музея работа другая показалась как живой за диктор вас не пойми на этот раз не будет вот это работа с автором является как раз я вот 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 как раз работа дивидендия фикса ячете и укуминал акции павла альхаммера вот эта работа глянского художника для тугору цена всем известны поперявший мост и в течение работы выставки усиливали как они начинались возгораться и потом возвращаться к нормальному случению в тот момент когда в москве родился но время просто в рандоме была установлена кнопка с и старой на себя ребенка нажимала но при посещении вот это работа другая работа павла альхаммера число московский улице свинченко уехал украсить обувь и работа вот это замечательная работа датского художника тоже не дожила до конца власти на ее просекли по крайней мере началась быстро потому что идея состояла в том чтобы через они здесь нету вы можете разглядеть как говорите и через них вьетнамская женщина рассказывала анекдот по-вьетнамски и соответственно разумеется это было каждый час четыре минуты как выясняется в москве новыми это становилось очевидно так как она вдруг какая-то группа людей причем характерные этнические внешности к этой антропологии оказывалось перед значит под входом в кинотеатр вот но дорогие мои москвичи довольно быстро присединился я сказал что на фиг разнесут здесь вот кинотеатр вот если вы безобразие будет продолжить и сети чурки будут что-то такое и разумеется администрации кинотеатр это тут же бесекла и разумеется музей не пикнул вот и все так вот вот это еще одна акция суть которая состояла в том же конце итальянского художника часа ракета юсти когда группа людей один куратор один музейный сотрудник один социолог культуре один философ один экономист один галерист коллекционер очень крупно людей представляющих разные сегменты современного искусства мастерской нашего дающегося авангардного структура бориса орлова каждый из них съем по одной купюре в одной банкноте самых сильных ведущих мировых валют я ел 500 евро я известна максимально существующих именно поэтому сорос когда появилась евро сразу стал ставить на на ехать он сказал что сейчас весь нелегальный бизнес совместный влитет вкладывать деньги хранить деньги в ехать потому что это компакт не доверяло удовлетворение сесть кто-то делал 100 долларов кто-то делал 50 пунктов стернью кто-то делал 5000 10 рублей в общем когда сами не выносили оказались новозеландский доллар пластиковый и экономиста просто выкинул его почти затем еще это все сжимали это все было собрано в какую-то тарелочку затем это было в кашицу смогли не про глава вот мы только жевать затем это было передано орлову и орлов из этого вы видите слепил некий объект а вот а затем мы все сидели и обсуждаю чего это произвели а борис орлова которая ослепил чесноке проявить и который все это придумал нас потому что мы собственно мы жива и и мы обсуждаем включены каратор я тут начал напоминать подойти позвольте все выставку придумал кура тема сама тематизация системы сообщества искусства прошита насквозь деньгами как бы я подсказал то же самое все это была часть ироничная часть всерьез и конечно же темы определили кто из автора определили согласились что это объект искусства то есть мы совершили все когнитивные и репрезентативные стратегические решения были вот принято нашим сообществом это работа албанского замечательного ариана это его дочка милане поет песенку а вся его албанская семья в области деревне на другом экране и подпеваю родовое сообщество вот ну и напомню что тысячи всей выставки барабан гостиницы пекин зажигался красным цветом мигал как маляк красным цветом это была работа вадима мишкина алига он три месяца визу по словам миссами до синхронно берем его когда себя грамм если не мира то грамм отмеряя ритм как бы времени темпоральности времени вот друзья если есть не слишком поздно если есть какое-то у вас время желание задать вопрос как эта книга называлась которую вы говорили бы послали вот такой большой такой альбом их серий золотые страницы московского концептура серебряные страницы вот в этой как-то серии по-моему последний последний такого рода книга до того как они потихонечку свернули свои детства